Доброе утро, дорогие телезрители! Мы записываем эту передачу в преддверии удивительного праздника для нашей гомельской земли. Это день памяти преподобной Манефы Гомельской. Мы, гомельчане, с радостью всегда приходим в наш кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла к мощам преподобной Манефы, которые почивают в этом храме. Преподобная Манефа, как мы сами можем убедиться, является великой молитвенницей перед Господом. И многие люди, которые приходят к ее останкам, к ее мощам и просят у нее заступничества, просят у нее помощи, просят у нее молитв перед Господом, конечно, такое обретают. Сегодня существует масса записанных чудес, происходящих в мощи преподобной Манефы. Матушка Манефа родилась в очень нелегкое для нашей страны время. Она родилась в 1918 году. Если вы помните, это время, время гражданской войны. И помимо всех перепятий исторических, семья преподобной Манефы столкнулась с еще одним непреодолимым горем. Когда родилась девочка, то оказалось, что она больна. Больна церебральным параличом. То есть вся ее жизнь, собственно говоря, уже была обречена на то, что матушка Манефа будущая, она будет страдать. Будущую преподобную Манефу звали Мария. Дело в том, что в церковной традиции, когда человек принимает монашеский постриг, ему изменяют имя в знак отречения от всей предыдущей жизни. Так вот, девочка звали Мария. Она родилась, как мы уже с вами говорили, как вы это слышали, она родилась больным ребенком с церебральным параличом. Но Господь сподобил ее родиться в очень удивительном месте. Сегодня мы к этому месту очень привыкли. Это небольшая деревушка под Гомелем, которая называется Севруки. Севруки, вы знаете, находятся недалеко от Чонок. А Чонки всегда были знамениты своим монастырем. Дело в том, что долгое время в Чонках существовал вначале мужской, а впоследствии ставший женский Чонский монастырь. И вот будущая преподобная Манефа родилась как раз-таки недалеко от этого удивительного святого места Чонского монастыря. Вместе с мамой она посещала богослужения в храме, находящемся там. И, конечно, уже с юности задумалась о несении особого подвига перед Господом. Она захотела стать монахиней. Но, к сожалению, время было непростое. И преподобная Манефа, будущая преподобная Манефа, монахиней стала лишь в 1943 году. Дело в том, что с конца 20-х годов уже не действовали монастыри на территории Гомельщины. Церковная жизнь, духовная жизнь в Чонском монастыре возродилась лишь в 40-е годы, в годы немецкой оккупации. Дело в том, что по благословению митрополита Минского, белорусского Пантелеймона Рожновского, из Минска отправилась группа миссионеров, которую возглавлял преподобный мученик Серафим Шахмудь. Вместе с ним отправился в это путешествие священник Григорий Кударенко. Старцы, прибыв в Гомель, а путешествовали не по территории Восточной Белоруссии, принялись открывать храмы на территории Гомельщины. Они сделали центральным местом, откуда вели свою проповедь, наш Петропавловский собор, и дальше выезжали из собора в окрестности города Гомеля. Их трудами был открыт вновь женский монастырь в Чонках, и там же преподобный мученик Серафим совершил пострих нескольких сестер, в числе которых пострих в монашество и Марию, впоследствии ставшую Манефой. Преподобная Манефа, прожив какое-то время в этом монастыре, и после того, как святые подвижники покинули эти земли, по окончании войны были вновь, все сестры были вынуждены покинуть стены обители, так как монастырь вновь был закрыт. Спустя 10 лет после иноческого пострига преподобная Манефа приняла великую схему, поэтому мы говорим, что она схемонахиня Манефа, и свой подвиг она уже продолжала монашеский поздрих впоследствии нести у себя в доме, в родительском доме все в руках. По большому счету, родительский дом преподобной Манефы сделался таким тайным монастырем, куда очень многие приходили в поисках Бога, в поисках духовной жизни, в поисках наставничества. Преподобная всех принимала. Господь ей даровал великий дар, дар прозорливости, дар исцеления. Она лечила людям болезни, молитвами ее многие исцелялись. И таких фактов сегодня софиксировано очень много. За свою подвижническую жизнь она сделала немало замечательных вещей, немало людей получила исцеление. Впоследствии преподобная Манефа скончалась. Она умерла в 1984 году и была погребена в Чонках на кладбище. Сегодня там и поныне находится вот такой небольшой сектор, где есть несколько монашеских могил. Это такое небольшое монашеское кладбище. Впоследствии многие люди начали приходить к ее могиле. И те, кто приходил и обращался к ней за помощью, конечно, эту помощь получали. Собрав многие данные о чудесах, совершаемых на ее могиле, Белорусская Православная Церковь, Синод Белорусской Православной Церкви, принял решение о ее канонизации, то есть о причислении леклику святых. В 2006 году были обретены мощи преподобной Манефы и положены в Кафедральном соборе. А в 2007 году состоялось ее торжественное прославление в лике святых, ее канонизация. Впоследствии мощи были выставлены на общее поклонение в нашем Петропавловском Кафедральном соборе. И в этом году мы празднуем уже 9 лет со дня прославления ее в лике святых. И мы сегодня, еще раз возвращаясь к началу нашей беседы, мы сегодня очень часто прибегаем к ее молитвам, приходя помолиться у ее мощей. Вот и, конечно, чудеса совершаются и поныне. Господь, когда прославляет своих угодников Божиих, когда угодники Божьи живут сообразно воле Создателя, когда люди выполняют волю Господа, Господь соделовает их, как писал апостол Павел, их тела соделовает храмами Духа Святого. И поэтому та благодать божественная, которая сопутствовала в жизни человеку, святому человеку, эта благодать не оставляет и его честные останки, и по его кончине. И поэтому мы с вами почитаем святые мощи, благоговейно к ним относимся, потому что, как апостол Павел говорит, что ваши тела — суть храма Духа Святаго. И благодать Божия, она действует и помогает нам через эти святыни. Всех вас поздравляем с этим днем, с днем памяти преподобной Манефы Гомельской. И, конечно, хотелось бы напомнить, что не забывайте вы своих святых, тех людей, которые жили рядышком с нами, жили в родном нашем Гомеле, были во многом нашими согражданами, соотечественниками и нашими даже современниками. Храни всех вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok